Привет, друзья! Сегодня полетаем с вами и походим внутри ночного Измайловского Кремля. Кто не знает, не удивляйтесь, это всё новодел, но тем не менее место довольно примечательное. И сейчас мы узнаем, как тут всё начиналось. Первое упоминание о селе Измайлово датировано XIV веком. Эта местность являлась дворянским имением Бояр Измайловых. Затем владели другие знатные люди, а в 1573 году Иван Грозный подарил поместье брату первой жены Никите Захарину Юрьеву. Он был основатель династии Романовых. И впоследствии это село Измайлово так и переходило по наследству от отца к сыну. В XVII веке Измайлово становится загородной резиденцией, любимым местом отдыха царской семьи. Измайлово полноценно принадлежало Романовым. Здесь проходили детские годы будущих правителей разных времен. Царицы Софьи, её братьев Петра и Ивана, дочерей Елизаветы и Анны. Юный Пётр I устраивал тут баталии потешных полков, увлёкся морским делом. После переноса царской резиденции в Санкт-Петербург, Измайловское поместье стало заповедной зоной. А окончательный упадок приходится на период правления Екатерины Великой. Измайлово не было связано с её детскими воспоминаниями, и поэтому её не особо волновала судьба. А отсутствие царского внимания привело к естественным последствиям. Пруды засохли, сады заросли, усадьба обветшала. Время шло, тут было всё в запустении, буквально до недавнего времени. Московские власти имели намерение запустить здесь разные проекты. Была идея построить базу для проведения репетиций ансамбля «Берёзка», но дальше проекта дело тоже не пошло. В 1974 году здесь начали выставлять свои работы художники-авангардисты. Первоначально их выставки проходили в Беляево, но после скандала с Никитой Хрущёвым, когда работы художников были раздавлены бульдозерами, они нашли своё пристанище в Измайлове. Впоследствии эти выставки получили официальное разрешение властей, и тут возник рынок антиквариата, который со временем стал называться художественным вернисажем. Сегодня же Измайловский Кремль – это место, куда направляются за дистиллированным и подслащённым русским колоритом. Продавцы пирожков в кокошниках, свадьбы с караваями, выставки художников, которые изображают церкви на подносах, набор странных музеев. Именно за этим сюда приезжают гости, причём не только иностранные. Несмотря на то, что на противоположном берегу пруда стоит реальный памятник истории, московские школьники и туристы из регионов идут с экскурсиями именно в новодельный этот Кремль. Здесь есть музей хлеба, музей истории российского флота, музей народной игрушки, музей истории водки, всемирная история в пластилине, музей шоколада, музей невоспитанных детей, а также множество разных увеселительных заведений, типа кузница, гончарная мастерская, маловарня, мастерская тряпичной игрушки. Здесь можно послушать об истории российского флота и водки, перекусить в современном трактире, заключить брак, сделать селфи на фоне построек под старину, купить что-нибудь из сувениров. Итак, узнаем же, как строилось то, что мы сейчас видим. Идея развлекательного комплекса принадлежит предпринимателю, тренеру по самбо, потомку адмирала Александру Ушакову. Тогда Лужковская мэрия отдала ему пустырь под застройку. Тем более, что бизнесмен и его жена обещали не только устроить масленичное гуляние, но и поддержать семейные ценности и сохранить русские традиции. Ушаков утверждает, что такой сказочно-лубочный вид ему приснился, и он только успел зарисовать терема. Но между тем он ориентировался не только на свои сны, но и на реальные чертежи царской резиденции и традиции русского зодчества. Профессиональных архитекторов привлекал только как исполнителей. В 2003 году уже можно было посетить первые постройки, но уже в 2005-м многое сгорело от пожара. Говорят, таким образом Ушакова пытались заставить освободить часть территории и отдать ее черкизовскому рынку. Восстановили сгоревшие сооружения спустя несколько лет, а для поддержания семейных ценностей в одном из теремов заработал ЗАГС. Сотрудники издательства The Village поговорили с местными работниками и узнали, каково им здесь находиться целыми днями. Послушаем и мы. Светлана Харитонова, руководитель проектов агентства Министерства Радости. Когда я впервые пришла сюда, мне было 19 лет. Я позвонила маме и сказала, я работаю в настоящей сказке. Сначала я водила обзорные экскурсии по территории Кремля. Несмотря на то, что это новодел, про него можно многое рассказать. Кремль создан по оригинальным чертежам 18-х веков. Как и положено к крепости, у Кремля есть дозорные башни, внешняя стена, роль которой играют внешние постройки. Согласно верованиям наших предков, прежде чем строить, нужно было осветить землю и закладывать храм. Здесь тоже сначала появился храм святителя Николая. Это самый высокий действующий деревянный храм не только в Москве, но и всей России. Его высота 46 метров. Там находится частичка мощей Петра и Февронии. Проводятся службы, венчания и крестины. Наша цель привлечь в Измайловский Кремль разную публику. Как-то буквально за три дня мы организовали фестиваль Красная Горка. По традиции, после того, как заканчивается пост, начинают играть свадьбы. И мы в честь этого праздника решили собрать у нас разные развлечения, чтобы показать, как было принято знакомиться и гулять свадьба на Руси. У нас были зоны спиддейтинга, куда могли прийти свободные девушки и молодые люди, чтобы встретить свою половинку. А также сложилась одна пара, и мы какое-то время следили за ней в соцсетях. Однако из самых популярных наших мероприятий – масленичные гуляния. На проводы зимы собирается около 15 тысяч человек. Мы проводим праздник не только в традиционном русском стиле, но и пробуем оригинальные форматы. Например, в этом году сделали межгалактическую масленицу. Иностранцы нас очень любят. Во время чемпионата мира по футболу проходимость каждый день была как в масленицу. По нашим наблюдениям, у иностранцев вызывает интерес все, что связано с едой. И мы устроили фестиваль русской кухни. Накормили всех щами, селедкой под шубой. Сделали 100 килограммов винегрета. А вот директор по развитию творческого кластера Ахим Абдурахманов рассказывает про свадьбы. Так как мы находимся в достаточно интересном месте, у нас бывают часто костюмированные свадьбы. Мы уже не удивляемся, когда в зал заходят царь и царица, граф, комзоль и императрица. Часто бывают невесты в кокошниках и сарафанах, а женихи в красных сапогах и косоворотках. И это ожидаемо. Несколько лет назад Измайловский Кремль проводил байкфест, и байкеры тоже у нас узнавали и периодически приходят сюда жениться. Но больше всего мне запомнилась свадьба в стиле зоопарка. Жених в костюме медведя, невеста в костюме белки, а все гости тоже одеты разными животными. А самый милый и трогательный гость – мама невесты в костюме аиста и с грудным ребенком на руках. Вот такое примечательное место есть в нашей прекрасной Москве. Если относиться к нему с некой иронией и юмором, то оно буквально обязательно к посещению. Здесь хорошо погулять, провести время, посмотреть что-нибудь необычное. И кто еще не был, очень рекомендую. Друзья мои, спасибо вам большое за то, что смотрите экскурсии. Пишите свои отзывы, пишите пожелания. Просто благодарите, ставьте лайки, комментарии. Я всегда рад вашей обратной связи. До новых встреч!